Если вы действительно решились поменять свою жизнь, не существует неких ноу-хау, да, то есть они, вернее, существуют, но они не существуют именно вот в той проекции, когда вы там за месяц меняете полностью свою жизнь кардинально и на психическом, и на физиологическом уровне. За один день нельзя изменить жизнь, но за один день можно изменить мысли, которые навсегда изменят твою жизнь, последующую, да. Действительно, за один день нельзя изменить всю жизнь и поменять все аспекты бытия, которые тебе не нравятся. Но поняв, как это сделать, дальше идет только, то есть это как решение и понимание, то есть мне надо идти в Москву пешком, ну нету транспорта, нет самолетов, нет ничего. Решение принято, пешком, примерное направление известно, дальше разберемся, и вы выдвигаетесь, взяв котомку с едой на первое время, какую-то финансовую денежку, вы выдвигаетесь в сторону Москвы. Все, все, что остается, это переставлять ноги, искать там, где переночевать, более-менее прокинуть маршрут, и через какой-то там, не знаю, месяц, два, три, сколько вам понадобится пешком идти, вы придете в пункт назначения. Поэтому в жизни вот примерно так все и происходит, что когда вы принимаете решение, вот лично я когда даю консультации, я не хочу, чтобы человек за месяц там вот раз и там похудел. Мне всегда говорят, вот там у вас один за месяц там в группе по питанию похудел на 30 килограмм, а я всего лишь там на 5. Я говорю, то есть вы не поняли, для чего вы на группу пришли, да, то есть вы, наверное, пришли похудеть, это нет, то есть вы потолстели, потому что вы не поняли причинно-следственной связи, по которой вы потолстели. То есть я всего лишь даю какие-то знания элементарные, к которым сам я пришел, чтобы там, допустим, стабилизировать свой вес. И, соответственно, что я получил от этого? Всего лишь знания, как я должен питаться. Отхожу ли я от этих знаний? Да, отхожу иногда. То есть я понимаю, что срыв – это срыв, то есть ничего страшного в этом нету. То есть срыв – это как вот шаг вперед, два шага назад, да, то есть ничего в этом такого нету. И, соответственно, когда вы пытаетесь резко, резко похудеть, резко изменить свою жизнь, резко что-то, что-то, что-то поменять, и у вас не получается, вы впадаете в состояние… Ну, я точно знал, что там я неудачник, у меня не получится, или там система не работает, или там этот тренер виноват, там, или еще… Ну, то есть находите кучу оправданий, почему у вас это не получается. На самом деле знать путь и пройти путь – это две разные вещи, вот. И даже зная путь, вы можете просто лежать или сидеть на диване, ничего при этом не делая. И вы этот путь не пройдете, вы просто будете знать, но это из того же анекдота, когда… про медведя, когда тоже вариант, да. То есть я люблю этот анекдот рассказывать, когда тоже вариант, в принципе. Насколько вы не продумываете вариантов, вы никогда не угадаете вариант, пока вы не ступите на путь и не начнете его идти. И вот чтобы выработать более-менее нормальную привычку и поведенческую нормальную реакцию, нужно не менее года. То есть если у вас привычка не прошла годовой проверки, эта привычка не достойна на существование. То есть это не привычка, это так временное помешательство. Нюансик, да, из работы с привычками в том, что… Решили вы там, я не знаю, заняться в спортзале поднятием тяжести. Вы начинаете ходить и понимаете, что это не ваше, морально понимаете. То есть, ну, вроде как вы себе сказали, что, ну, а где еще худеть, как не в спортзале, к примеру, да. И вы начинаете уже через «не хочу» ходить в спортзал. И так очень часто, кстати, детей ломают. То есть они говорят, вот иди там на секцию по боксу. Ребенок идет, ну, не хочет он на бокс идти. Надо, 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 надо. Да, есть, когда ломают человека, он там потом проходит рубеж, это тоже есть. Ну, тогда он уже сломанный человек. То есть, допустим, среди собак я очень часто такое встречал, когда ты собаку пересиливаешь. Она может покориться, но это будет уже сломанная собака. То есть уже будет без харизмы, без импровизации. То есть это будет такой полуавтомат, который, в принципе, в современном обществе и котируется, да, в школе. То есть помните такой мемчик, когда приходит ребенок, там его стригут под квадратик, как всех, да, в школе. И он становится, как все, квадратик. Вот наше образование, наша, даже система такая, как в СССР, она была принята, и всех делали одинаковых людей. Да, то есть ты ничем не лучше, чем Вася. Ну, хотя оно так и есть, ты ничем не лучше, но индивидуальность, она на самом деле как-то вот пресекалась. То есть если человек, не умеешь, научим, не хочешь, заставим, да. Вот, и соответственно, даже при развале СССР, наши мамки, наши папки, все привыкли нас так воспитывать. То есть не хочешь, научим, вернее, не умеешь, научим, не хочешь, заставим, взлетай. Помните про старые крылья, ноги, главное хвост. Вот, и соответственно, вы, допустим, пойдя в спортзал, и через время понимаешь, что это не ваше, вы отказываетесь оттуда уходить по той причине, что надо быть сильным, надо быть, надо стоять на своем до конца. И вместо того, чтобы, допустим, там, походив в месяц в спортзал, смело сменить силовые тренажеры, допустим, на йоговскую растяжку, для вас это вообще, как, я ж начал ходить, я ж купил абонемент на год, вот, я ж должен отходить этот абонемент. И вы просто себе отказываете, там, допустим, в какой-то веселой игре, там, под названием, там, плавание, допустим, да. И вместо того, чтобы, там, один день сходить на тренировку, там, в спортзал, другой день сходить на плавание, третий день сходить на йогу, четвертый день, там, прокататься на успехе, там, ну, я не имею каждый день, там, да, ну, допустим, вы три раза в неделю ходите в спортзал. То есть, вместо того, чтобы ходить три раза в неделю в спортзал, вы там лучше один день в неделю ходите на плавание, второй день в неделю на танцы, третий день в неделю, еще куда-то. Но у нас же так, если кашу наложили, ешь до конца. Соответственно, многие люди как раз ломаются на том, что они добивают привычку до того, что просто они ее ненавидят. И вот как раз-таки годовой рубеж, он показывает, что многие привычки у людей просто отваливаются, которые они хотят в себе развить. То есть, как с их точки зрения положительные, они хотят в себе развить, допустим, физическую выносливость, но при этом просто ломают себя об колено. И через 2-3 такие попытки их практически нереально затащить в тот же спортзал. Потому что они понимают, снова опять это мучение, и организм начинает придумывать отмазки. И вместо того, чтобы ходить в спортзал, вы внезапно начинаете есть больше. А организм просто на самом деле вас закармливает, чтобы вы никуда не двигались. И как раз с Зеландом, я тут согласен, что вот этот избыточный потенциал или энергия движения, да, то есть, когда у вас в мыслях, так, я с завтрашнего дня начну там что-то делать. Это намерение, да, то есть, вы хотите завтра что-то делать. Но организм вам тут же говорит, а, дулюшки, вот мы сейчас заболеем, или придумываем кучу других дел, которые тебе не надо делать, потому что ты боишься начать это дело еще до кучи. И вместо того, чтобы организму подсказать, что это весело, здорово и классно, он тебе говорит, да зачем тебе это надо? У тебя вот смотри, кошка не рожена, поросят они чищены, там, дети не убраны, там, куда тебе еще там собой заниматься? То есть, ты что ты, ты не будешь собой заниматься? И вот таким образом многие люди вылетают на старте или, второй вариант, получив кратковременный эффект, они через время возвращаются к старой программе. Ну, допустим, решили вы сбросить 15 килограмм. Ну, к примеру, вы сбрасываете 15 килограмм, рубеж пройден, то есть, вы как бы сбросили пятнашечку, встали на весы, там, путем изнуряющих диет, упражнений, там, да, вы такие, все, 15 килограмм сброшено, так, выполнено, выполнено, окей, чем займемся? А давай пожрем, мы же худые уже, давай пожрем, что нам, ну, нам уже можно, там, ну, сегодня чуть-чуть, завтра, там, чуть-чуть, не страшно. И смотришь уже через, там, 3-6 месяцев, ты опять в той же форме, в которой ты был до захода на диету, и тебе так бы, как бы, организм начинает говорить, слушай, ну, давай опять, мы же схему эту знаем, и как он представит, что опять эти, там, подсчеты калорий, там, диеты и так далее, он, да ну нахер, я больше на эту фигню не подпишусь. И поэтому, допустим, когда в свое время я в курении пытался это заместить, у меня каждый последующий срыв с курения, он не просто меня оставлял на курении более надежно, я выкуривал больше сигарет после каждого срыва, я замечал, что с каждым срывом мне не хочется начинать заново, то есть я не готов уже опять на силе воли был завязывать с курением, потому что я не разобрался с раздражающими меня факторами, а курение это всего лишь было сопутствующее моему нежеланию, там, мириться с определенными вещами в своей жизни. Поэтому я не мог бросить курить просто потому, что меня не устраивала моя личная жизнь. А я пытался это все запретить себе с помощью силы воли, и каждый последующий срыв говорил, что это безнадежно, то есть безнадежно вообще рыпаться, куда ты рыпаешься. Но благо в моей жизни тогда уже появилась бесконфликтная дрессировка, благо в моей жизни тогда уже появилась психологическая айкидо Михаила Литвака, и, допустим, тот же фрейлинг из трансерфинга реальности, да. То есть я понял, что не везде существуют прямые пути, да. То есть не везде надо долбить головой, даже имея хорошую силу воли, даже имея хороший ментальный ум, да, то есть устойчивый, не везде надо лезть на пролом, не везде надо биться башкой о стену и добиваться, именно добиваться, у нас даже в лексиконе, да, добиваться результатов. То есть зачем их добиваться, если их можно просто получать? Но когда вам просто скажут, что результат можно просто получать, это кажется слишком простым, да, и кажется, подожди, я за месяц могу добиться больше результатов, чем получить за год. Правильно? Ну, это логично. Зачем я буду ждать что-то там год, если я хочу добиться за месяц? И действительно, можно сбросить вес за год, за три, к примеру, да, а можно вес сбросить за месяц, причем результат по весу будет одинаковый. Но по факту в первом состоянии вы плавно войдете в гомеостаз, который вас приведет к, вот, допустим, возьмем меня. Я привычно питаюсь уже третий год, то есть третий год я спокойно не ем вечером ничего тяжелого. То есть ни мяса, ни там сала, ничего. То есть на ночь я раньше, если не поем на ночь, я не усну. Вот, сейчас уже третий год я не ем на ночь, и для меня это не просто нормально, это, ну, как бы, единственное нормальное решение. То есть это, ну, как бы, это логично, это нормально для меня, потому что привычка была принята правильно, понимаете? Вот, и, соответственно, следующая привычка уже может быть, там, допустим, связана с размером порции, потому что меня уже перестало беспокоить, а съесть ли вечером, там, или не съесть вечером, там, да, я уже могу разобраться, что я ем, сколько я ем, и так далее, и так далее, и так далее. И казалось бы, там, сколько времени уже прошло, ты должен был уже, там, похудеть до 60 килограмм. Нет, товарищи. То есть задача не похудеть. Задача настроить свой образ жизни таким образом, чтобы к тебе плавно проходила сила, плавно приходила кондиция, без обострений, без эксцессов, без, там, чистки, чтобы, там, камни у тебя с желчного, там, вываливались тоннами, да? Потому что я свое здоровье в свое время очень сильно подточил, там, алкоголем и так далее. То есть не то, что на ночь ел тоннами. Вот. И, соответственно, можно это было сделать за месяц, но опять через пару месяцев, полгода, я бы вернулся к тому, что опять бы жрал на ночь, говорил, ну, вот видите, я слабак, у меня не получилось, и я не хочу, там, допустим, больше начинать это. Когда вы разбираетесь с своими привычками, вот вам такая глобальная подсказка, всегда ставьте себе минимум годовой рубеж. Минимум. И, соответственно, зная принципы образования любой привычки, это уже будет делать легко, весело и непринужденно.